В раннем молодежном возрасте я всегда искала свободную минуту, чтобы посмотреть в интернете фотографии с красивым интерьером, стильные гостиные, прихожие, спальные комнаты. Я могла разглядывать их целыми часами. Я внимательно изучала цвета, форму мебели и даже самые маленькие незначительные детали. Я думала, что когда-нибудь, когда выйду замуж в моем доме, непременно будет очень стильно и уютно. Тогда я буду чувствовать себя самой счастливой. Мама часто говорила мне, что нужно жить настоящим, а не мечтами. Иногда я показывала ей особенно понравившиеся картинки. Но она к моему разочарованию слишком равнодушно относилась ко всей такой красоте. Иногда я сердилась. Вот если бы вы с папой загорелись, как я, может быть и у нас дома что-нибудь поменялось бы? Наша семья большая, я старшая из двенадцати детей. На мне лежало очень много обязанностей, и я далеко не всегда выполняла их охотно. Меня раздражала наша старая никчемная мебель и простая обстановка. Когда я мыла полы, то думала о сверкающем ореховом паркете на картинах. Когда расставляла на место посуду, я презирала ее за то, что она вся такая разноцветная и старая. Однажды я начала просить маму, уговори папу купить новую посуду, наша уже такая некрасивая. Ее давно пора выкинуть. Мама ответила. Доченька, я понимаю твои желания. Это неплохо, что тебе хочется чистоты и красоты. Но мне, тебе и другим деткам в нашей семье нужно думать о том, что папа очень много работает. Он не в состоянии тратить деньги только на нужды дома. На прошлой неделе ты предлагала выкинуть все старые окна. До этого хотела избавиться от шкафа из своей комнаты. Мама улыбнулась и потрепала меня по щеке. Купить новую посуду у нас сейчас нет возможности. Я молча выслушала ее, но внутри меня все бунтовало против этого довольства. После одиннадцатого класса выучусь на дизайнера и буду работать в какой-нибудь фирме. Ко мне будут приходить богатые люди, и я буду создавать в их домах уют, решила я, чтобы как-то себя успокоить. Вечером того дня я не могла уснуть. Лежа в своей кровати, я представляла себе, как бы я переделала наш дом. Дали бы мне только волю. Мне не хотелось отрываться от мира мечтаний. В реальном мире меня все раздражало. Постоянная, почти бесполезная уборка. Бесконечные горы посуды и стирки. Конечно, всю эту работу делала я не одна. Мы с сестрами только помогали маме. Я смотрела на свой дом и все больше убеждалась в том, что такой жизни не хочу. Я хочу жить красиво. В тот день я с головой окунулась в чтение статьи о том, как правильно подбирать размеры картин. Мама попросила меня что-то сделать, но я не расслышала, что именно. «Сейчас!» – крикнула я со своего дивана, пролистывая электронную страницу. «Доченька!» – голос мамы вернул меня к действительности как раз тогда, когда я внимательно разглядывала картинку, на которой был показан пример с фоторамками. «Покажи, что ты смотришь». Я протянула ей планшет. Мама с серьезным лицом глянула на картинку и отложила в сторону устройство. «Я запрещаю тебе прикасаться к нему до конца месяца», – сказала она усталым голосом. «Тебе уже шестнадцать, и ты должна понимать, что мечтами не проживешь. Мы с папой очень хотим видеть красоту вокруг себя. Но важна внутренняя красота, как в нас, так и в детях, и в тебе в том числе. Прочитай вечером, пожалуйста, четвертую главу книги Екелесиаста, потом скажешь мне, что ты об этом думаешь. А теперь иди и сделай то, о чем я тебя просила». Я рывком поднялась. «Я не слышала, о чем ты просила, и вообще, мне все это изрядно надоело». «Что именно?» Уборка, стирка, кухня – никакой жизни нормальной. Мама помолчала несколько секунд, раздумывая. Мне казалось, что она сейчас расплачется. И, честное слово, если бы она это сделала, я не поверила бы ни единому слову из тех, которые она мне сказала после недолгой паузы. А я люблю эту жизнь. По ее лицу скользнул счастливый лучик. И знаешь почему? Потому что Иисус мне пообещал, что после этой жизни я получу венец и увижу его лицом к лицу. Я полностью остыла, и было уже очень стыдно за свое поведение. Хотелось спросить маму о многом, но на кухне вдруг звонко приземлилась кружка, и мама, улыбнувшись мне, через плечо заторопилась туда. Я пошла следом. Может быть, за работой мне удастся поговорить с ней наедине? Мама будто чувствовала это и отправила всех остальных с поручениями в разные уголки дома, а меня оставила с собой на кухне и попросила почистить картошку. Сама села за стол и начала очищать вишню от косточки, чтобы постряпать пирог. «Когда он тебе это пообещал?» – спросила я, не поворачиваясь к ней, чтобы мама вдруг не увидела мое волнение. Знала бы она, какие сомнения меня мучили в последнее время. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный и не только мне, но и всем возлюбившим явление его», – процитировала она спокойным голосом. «Это же апостол Павел сказал», – возразила я, хотя уже начала понимать, что мама имеет в виду. «У каждого свой путь, у Павла один, у меня другой, я подвязаюсь добрым подвигом на кухне, а он в синагогах, я в роддоме, а он в тюрьме». Я долго стояла молча, но потом не выдержала, быстро стерла рукавом слезы с лица и, повернувшись порывисто, обняла маму. «Мама, ты у нас самая лучшая, я, кажется, все поняла». Мама поцеловала мою мокрую щеку, и в ее глазах заблестели счастливые слезы. «Доченька, я очень рада, что тебе нравится все красивое», – погладила она мою руку своей шершавой в вишневом соке. «Мне не нравится то, что ты живешь мечтами». В ее голосе было столько заботы и любви, что мне совсем не трудно было слушать то, что еще вчера я называла бы нотацией. «Жить нужно в действии, понимаешь?» Я, непонимающий, смотрела на нее мокрыми глазами. Представь себе, что я села на диване с книжкой, читаю о самоотверженной женщине, которая отдает саму себя на служение сиротам и бездомным. Я восхищаюсь ею, я думаю, что хочу быть такой же, а мои дети грязные и неухоженные, прибегают на кухню, и у меня нет ничего, чтобы я могла бы положить в их голодный рот при всем изобилии продуктов. За чтением книги я совсем забыла постряпать и сварить своим двенадцати, и восхищаюсь той, которая кормила сотни». Я улыбнулась. «Такой я не могла представить себе маму. А ведь ты делаешь так». Мама грустно улыбнулась мне. «При всей скудости можно создать и в нашем доме красоту и уют. Нужно только действовать. А мы живем хорошо. Нужно только сравнить себя с теми, кто живет еще хуже». Я вернулась к своей картошке. У меня было о чем подумать. В конце лета мне довелось пожить неделю у своей двоюродной тети. Она жила одна в большой просторной квартире. Она была очень добра ко мне и одаривала бесконечными подарками и вкусностями. Но я устала от всего этого на второй же день. Я очень скучала по своей шумной семье и улыбчивой всем довольной маме. Я думала обо всем этом, лежа в широкой белоснежной постели. Только что я выслушала двухчасовой монолог о том, что одиночество – это ужасно, что все люди вокруг плохие, что даже мы, родственники, мало думаем о ней, хотя она все понимает. У нас ведь и так дел много, но... Вдруг я вспомнила, что мама говорила мне что-то о главе из «Якелесиаста». Тихонько поднявшись, я включила настольную лампу и открыла Библию. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудом его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тогда тружусь и лишаю душу мою благо? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Я закрыла драгоценную книгу, выключила свет, опустилась на колени и долго стояла молча, закрыв лицо руками. Христос, я благодарю Тебя за Слово Твое, за маму, за нашу большую семью, за то, что у нас есть доброе вознаграждение в наших трудах. Иисус, я хочу совершать такой подвиг, как мама. Без пятна и порога, без пятна и порога, Слышишь, церковь Господь это слово сказал. О, не слишком ли строго, не слишком ли строго, Нет святое в святые войдет в небеса. Разве может невеста, разве может невеста К Иисусу в запачканном платье прийти? Там не будет ей места, там не будет ей места Церковь Божья в каком одеянии ты? Церковь Божья в каком одеянии ты? Ты должна помнить это, ты должна помнить это, Что невесте идет лишь один цвет к лицу В платье белого цвета, в платье белого цвета Без пятна и порога пойдешь ты к венцу. Пусть не будет пылинки, пусть не будет пылинки, Чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке, ты на узкой тропинке, Не сворачивай в сторону в липую грязь. Не сворачивай в сторону в липую грязь. Будь отважной и смелой, Будь отважной и смелой, Ты невеста Иисуса, беги от греха. Возьми битель на белом, Возьми битель на белом, Да увидит весь мир, как ты ждешь жениха. Истекают все сроки, истекают все сроки, И пусть светится твой белоснежный наряд. Без пятна и порога, о, не слишком ли строга, Нет, страницы библейские, так говорят. Без пятна и порога, о, не слишком ли строга,